Всем привет, меня зовут Варя и тема сегодняшнего урока Центральная Россия, состав и географическое положение Итак, мы с вами начнем по плану состава, а затем обсудим географическое положение и причины названия Центральной России, почему именно так она называется По составу, тут все довольно просто В состав Центральной России у нас входит три экономических района Центральный, Центральный Черноземный и Волговятский В чем здесь разница? Центральная Россия это просто часть территории России Ее вот так выделили Мы можем сказать, например, у нас есть Центральная Россия, у нас есть Сибирь, у нас есть Дальний Восток То есть это такие крупные деления, крупные части у нас будут И внутри них будут экономические районы Экономический район, в принципе, уже понятие устаревшее Сейчас его особо не используют, но в географии оно остается, потому что так проще изучать как раз нашу территорию Когда мы начнем с вами говорить об экономических районах, отдельно о каждом Мы, как раз таки, будем выяснять, почему они так или иначе названы и почему вообще такое деление произошло Но тут все просто Центральный он в центре, центрально-черноземный там был лес Черноземный, Волговятский Там есть две реки, Волга и Вятка Отсюда и взялись названия Что же касательно географического положения Давайте посмотрим здесь на карту Наша Центральная Россия Не Центральная Россия, а Центральная Россия При этих районах Находится вот в зоне, выделенный оранжевым цветом И, наверное, у любого человека возникает вопрос Это же не центр Это же максимальная вообще граница, окраина Или как это еще назвать Центр у нас примерно где-то здесь А мы эту часть, которую в красном кружочке Центральной России никак не называем Почему такое название вообще появилось? Какие есть причины? Ну, тут назвали очень много всяких факторов сложилось Итак, изначально центр промышленности Что это значит? Если мы вспомним историческое развитие нашей страны Оно начиналось как раз там, где находится современная Центральная Россия И, конечно же, вся промышленность у нас там зарождалась Именно поэтому это исторический центр промышленности Впоследствии уже, когда мы страну стали развивать Осваивать новые территории Конечно, промышленность стала у нас тоже двигаться Дальше Удаление от старых границ Ни для кого не секрет, что границы у нас постоянно менялись Да, они то немножко расширялись, то наоборот сужались Но вот если вы помните, да, у нас там и территория Финляндии когда-то нам принадлежала А потом и наоборот Все это сто раз еще произошли какие-то изменения Но в целом тогда, вот на тот момент, та территория, которая была известна Вот эта современная Центральная Россия, это реально был центр Также там находится у нас великий водораздел нескольких крупных рек Поэтому тоже можем сказать, что это центральная часть Важность столицы В Центральную Россию у нас в ее состав входит город Москва, наша столица Ну и естественно было бы наверное странно, что столицу мы не считаем неким центром страны Возникает наверное вопрос, почему же тогда столицу нельзя перенести вот туда В тот красный кружочек, который был у нас на карте до этого По финансовым соображениям это довольно дорого Также вот положение Москвы довольно близкое к границам Это определенные полезные условия Конечно с одной стороны в случае каких-то военных конфликтов Столица находится в небезопасном месте Да, ее довольно быстро можно захватить Потому что до нее не так далеко идти Но с точки зрения торговли, общения с соседними государствами Наоборот это очень выгодно Чем мы будем из реального центра нашей страны Если мы пополам там все поделим Вот ехать куда-то Это будет слишком далеко, слишком дорого Это попросту не обосновано Ну и плюс историческое значение города Его вообще объемы Количество людей, которые там живет Климат, который там находится В общем все эти факторы не влияют на то Что Москву мы конечно никуда никогда переносить не будем Также у нас эта часть будет являться важным транспортным узлом Почему? Потому что именно там у нас начиналось строительство и железных дорог И автомобильных дорог Там же у нас протекают крупные реки, которые являются водными артериями Водными транспортными путями То есть все там у нас будет завязано Затем у нас еще в этом же районе находится знаменитый канал Москва-Вога Опять же соединение вот этой вот части Где у нас находится Москва и южных территорий Другие реки у нас соединяют с северными территориями Но опять такая паутина из этих транспортных путей получается То есть это у нас будет таким центром Ну и плюс здесь еще влияет распад Советского Союза Если вы помните во время Советского Союза Территорий России были гораздо больше Если мы посмотрим на карту Советского Союза уже Мы увидим, что Москва это все-таки больше действительно некий центр Нежели окраина, который у нас есть сейчас Из-за вот этих вот границ В итоге совокупность всех этих факторов влияет на то, что название так и остается центральной России Его никуда не поменяли, потому что география это уже признанная такая территория У нее есть свое название, ну и менять ее нет смысла Плюс вот эти вот причины говорят о том, что мы действительно можем назвать именно этот кусочек территории центральным Спасибо за внимание До встречи на следующем уроке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому